Воскрес! Воскрес! Молодцы какие! Вы знаете, что 40 дней будем приветствовать этим славным приветствием. А мы здесь для того, чтобы людей познакомить ближе с тем, что нам Господь сказал в своей книге. Потому что место сие очень дурное. Тут собрались люди, половина мужиков голые валяются. Заброшенные, никому не нужные, такой ценные товары. Ну вот, рассказываем им, потому что тут устроили Содом и Гаморру. Может, у вас какие вопросы есть? И что, вас кто-то слушает? Слушают. И не просто. А сколько вам лет? Повторите. Сколько вам лет? Ну, а по вашей женской линии сколько? Ну-ка, определи. Не знаю, наверное, лет 70. 80. О, классно. В этой чатру летки называют меня старейшим, пока старше никого не нашли. Мы свидетельствуем о Христе. Мы молимся так, Господи, пошли добрых проповедников. Для христиан, язычников, иудеев, мусульман и буддистов. Чтобы всем Бог возвестил любовь свою. Что Он умер за грехи всех людей. И ждет покаяния. Я здесь нахожусь, наверное, уже 83-й день. Понятно. С праздником вас. Храни вас Господь и вас так же. Может, какие вопросы у вас есть о жизни, о Писании? Нет, все знаем, все верим. Всего доброго. Так, а что говорят на это? 40 дней будем приветствовать друг друга. Не здравствуйте, до свидания. Христос воскрес. И как отвечают? Воистину воскрес. То есть, действительно так. Я говорю, что вы там дым пускаете. Это вредно. 12 лет жизни стоит. Мы свидетельствуем о Слове Божьем. О пришествии Христа, чтобы люди жили по Слову Божию. Так, вы микрофончик поближе к себе. Вы что-то, вам нельзя громче говорить? Можно, можно. Ну, говорите, а то я не расслышу. Я не расслышу. А что нельзя у вас там? Вы что, там в заключении находитесь? А? Нет, нет, нет. Я подумал, что это у вас там, как у меня, такие же хоромы. А вы где? Ну, в Арнауле я. Это дома живу. У меня дом. Я люблю малое пространство. И у меня так все разбито на этажи. Как говорится, на шконке. А сколько вам лет? А как ты думаешь? Как ты думаешь? Ну, лет восемьдесят. Абсолютно точно. Вот какой ты молодец. А то не могут угадать. А дети все точно называют. Мы свидетельствуем о Боге, о любви Божией. Ибо Господь сказал, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Вот если бы вы были рядом, мы бы вам Евангелие дали бесплатно. А вы сами вообще не что делать там? Я не пойму, что так тихо-то почему? Говорите. Чтоб другие не слышали. Ничего не слышу. Какие-то слова. Кто я? Проповедник православный. Мы свидетельствуем. Мы с нуля строим православную деревню, где человек должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И тогда мы с ним разговариваем. У нас очень большой видеоканал, вы можете зайти в «Освете Библии». Как будто бы там цунами прошло какое-то, вас разделало. Вытащили из воды и не просушили. Прости, отец, понял. Извини. Ну давайте. Что вы там так? Это женская утренняя вонь вас это решила разума? Да, есть такое. Мы пришли сюда, в этот Содом и Гоморру, чтобы людям возвестить о великой любви Божией, о суде, который грядет за беззаконие. Извиняйтесь, пожалуйста, это все очень замечательно, но я дальше пойду. Всего доброго и всего доброго. А вы верите, что суд Божий будет? Пришли свидетельствуем людям о Боге. Считаем псалтырь. Дело. Да в чем дело? Христос воскрес. Не верю вот в эту всю тему. Вы совсем не верите, да? Не, верю, но только не в религиозных. Я тут вот как раз буквально сегодня прекратил слушать аудиокнигу Библии, вот как раз дослушал. А кто ее насчитал, аудиокнигу? Начитывал. Да и не знаю, надо смотреть. Так это моя начитка, это моя начитка-то. Мы встретились. Считай, вот она Библия. Не, ну я где-то не поддерживаю то, что вот Бог, Он вот такой, как в Библии, точно нет. А как Вы поддерживаете? Ну то, что Он, во-первых, не познанный, это раз, никем. И то, что Он точно не антропоморфный, то есть мы не по образу подобию Божьему. Естественно, Он не как человек выглядит. То есть Вы видите искаженное, валяющееся что-то, и говорите не похоже на первый оригинал. Вы правильно говорите-то? Нет, я считаю, что искаженное, это вот в Библии нам преподносит. И в Коране, и во всех остальных священных писаниях так называемых. Вот там искаженный Бог. А Бог на самом деле, Он вообще никем не познан. Кто Его познал-то? Никто. И Он, кстати, не вмешивается так в человеческую жизнь, как написано в Библии и так далее. Он дал свободу людям, а так вот создал всё и отстранился. Так иногда участвует в виде, ну не знаю, в общем, это такая сложная вещь. Люди, которые не верят в Бога, они разделяются на 24 категории. Вот то, что Вы делаете, это вторая категория. Первая не верит в Бога, вторая неизвестно, что Бог как сказал, не сказал. Вы ничего не верите? Нет, я говорю, Бог точно есть, но Творец. Да. Не Бог, а именно Творец. Но Он точно не вот такой, как описано. Вот, вот, то есть не верите в Писание. Это вторая группа. Вторая группа, а первая не верит в Бога. Так вот, вторая группа, Вы, если бы знали исследование, которое Иван Петрович Панин провёл 50 лет, что в Библии всё на семёрку возвращается, на Божью полноту, и ни одной буквы нельзя сдвинуть с места. Вы бы, конечно, этого уже не говорили. Это Вам материал вовремя и попал от эту руку. Да не, Он просто для меня не авторитет. Ну, что, как Он? Ну, хорошо, Он проанализировал Писание. Но Он же это, знаете, Бог, это не как килограмм, Его положил на весы и померил. Кто там, они все берутся толковать и утверждать все вещи, вот такие вот, ты тоже, в том числе. Понимаешь, вот мы, вот это, как бы, 24 категории, а вот ты, это истина в первой инстанции. Вот для меня ты один из тех, вот, 24. Да нет, мы никакая не инстанция. Мы просто верим, и душою своей мы чувствуем Божие, сказанное не от человеков. Вот лично я в 23 года первый раз увидел Библию, в руки дали. И уже минут через 20 я был совершенно другой. Скажем, да, какая-то беда, какая беда, у меня отличное здоровье, спортсмен. Служил во флоте, работаю теперь на Балтике. У меня деньги, все у меня есть. Нет внутри ничего, пустота. Для чего я живу? И Господь сразу переделал. Вот 56 лет, теперь я служу Богу. Я заплатил за это тюрьмами, лагерем и остался на том же. Для нас смерти не существует. Есть только переход, как Бог говорит. И при том, Библия самая главная, единственная книга в мире, которая говорит, что дальше будет. С абсолютной точностью. С точностью до одного дня. А какое? Определенное. Вот сейчас говорят там, ну, толерантность по религиям разным. Ну, одинаковое все, не одинаковое. Первое. Библия говорит, что в конце мира, вот эта третья мировая война будет, которая 2,5 миллиарда поглотит людей. Третья часть человечества. Второе. Столицей мира, единой, единый царь на земле будет Иерусалим. И будет правитель из колена Данова, и будет царство 3,5 года или 42 месяца. Вот этого ничего нету, но это уже все известно. И сейчас все события там как раз разворачиваются. И каждому будет дано знак 666, включается. Сегодня везде в стрих-коде, во каждом стрих-коде 666. Кто бы это знал, то 2000 лет назад, когда о компьютере речи не было. О бионике там или электронике никто и понятия не имел. Вот из этого мы познаем Бог живой. Тем более он нашу жизнь, когда Богу отдаем свою жизнь, меняет. Вот мне 80 лет уже, 80 лет. Я заплатил страшную цену за это, 26 лет мучений. И они мне ни грамма не шевельнули. Следователь обратился, покаялся. Начальник тюрьмы обратился. Второй следователь, который от КГБ стал священником. Это чего-то стоит. Я утром стою, ну, немножко ложусь позже, а встаю на 2 часа раньше. Подъем в тюрьме в 6, я оставил 4 на молитву. И мне говорят преступники, преступники все, вот вчера вы ночью молились, а я никого не звал, никому ничего. Вот вчера 7 человек с вами на колени становилось. Можно мы с вами молиться будем? Вот какое дело. И при том, что, к примеру сказать, один мусульманин с одним глазом такой мальчишка попался, и там ножом угрожали, но они не зарезали. Вот. Ему 7 лет грозит. А можно я вашему Богу молиться буду? Ахмед, давай вместе молиться. Мы стали молиться буквально через несколько недель. Дело его по-другому пошло. Ему условно 3 года дали. Так там такая молва пошла по тюрьме, что будто бы я открыл и выпускаю людей. Это жизненный опыт. Это нельзя ни с чем доказать. Вот я издаю книги. У меня вышло в бумажном варианте 38 томов книг. Я веду занятия в пяти университетах одновременно, тренерная программа во всех отделах милиции. И вот денег нету на первый том. Нет денег? А какие деньги-то? У меня 35 лет трудового стажа. В пенсии 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. А там речь идет за сотню тысяч. А что делать? У меня ночуют два священника. Вот в этой комнате, где я сижу. Я говорю, давайте помолимся, чтобы Бог дал мне возможность выкупить книгу. А откуда ждете? Вот этого я сказать не могу. Ниоткуда. Но Бог-то живой. Интересно, как даже священники засомневались. Помолились, легли спать. С часа через полтора звонок. И вот на этот самый телефон, вот он в руке у меня, звонят. Это что, Россия? Я говорю, да. А говорят, у вас храм назван в честь Климента. Я говорю, нет, это я начальник детского лагеря, 26 лет. В честь Климента Анкирского. Лагерь. Да нам все равно. Из Сакраменто звоним. Сакраменто. США. Нам нужно деньги переслать вам. Зачем? Чтобы вы помолились. А за деньги мы не молимся. Это симония. Ну, просто помочь. Раз детский лагерь. Я на утро еду, уже готовое получаю. Только молились и только получили. Второй момент. Я держу голубей. У меня голубятни. Здесь две мы деревню с нуля строим православную. Это я вам... Не отключайтесь только. И, ну, голуби-то не такие, как улицы. А они, ну, как сказать, балерины на ногах. Они переворачиваются в воздухе. Ястреб налетает, а я колоса моей обиживу. Хватает прямо из середины, и я ничего не могу. Я мог бы его снять. Ружьем. Ну, в городе. Я же не буду стрелять. Что делать? Молодые ребята. А тут служба начинается. Свидетельствовать о Боге, о вечности. Потому что здесь Содом и Гаморра. Что вытворяют люди? Половина мужиков голые валяются. Мы с такими как раз и боремся. Слово Божие говорит, никакой блудник, пьяница. Сарствие Божие не наследует. Да, я это знал, где-то. Но будет мучиться в огне вместе с дьяволом. Вечно. Бог предупреждает. А те, кто работает в группе быстрого реагирования, они где будут? Ну, быстрого реагирования. Смотря на что реагирует. И дальше делает он во имя Христа это или что? Ну, мы менты, короче. Ну, допустим, вы спасаете где-то, как МЧС. Это здорово? Ну, мы типа охранники. Охраняем там, задерживаем. Ну, задерживаете так. Лишь бы вы никого не убили. Ну, избивали только. А задержать-то там, ударить вы по специальности своей, даже обезопасить и себя, и людей. Обезвредить, да, его по-любому должны. Ну, это мне известно. Ладно, отец, тогда мы пойдем. Удачи вам. Всего доброго. С Богом. Мы деревню строим православную, забыл сказать вам. Православную. Алтайский край. С нами разговаривает кто? Кто первый докажет, что он не пьет, не курит, не матерится, не ворует, не лжет. У нас очень большой Ютуб-канал. Ютуб-канал у нас большой очень. Можете записать. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Еще раз. У нас 15200 роликов. Канал на Ютубе есть, да? Да. Во свете Библии называется. Во свете. Лапкин, да? Да, Лапкин, Игнатий. А я что-то видел такое там на Ютубе, короче. Может быть, и видели. Ну, я вам говорю, 15200 роликов. Это больше я не встречал даже. А как подписчиков? Подписчиков 36 тысяч. А просмотров 35 миллионов. Мощно. Монеты зарабатываем. У нас все духовное. Духовное содержание. Вот, как Господь позволил нам. Вот, и мне 38 томов вышло книг. Как мы их развозили по библиотекам мира дарили. От Владивостока до Лиссабона. Прибалтика и Скандинавии, и север. 120 тысяч километров прошли, 650 городов посетили. И везде дарил полный комплект. А один комплект 750 евро. А что, монеты с этого имеете? Конечно. Ну, это вообще пока... Ну, говорится, это показываем, как вот я был основателем лагеря детского, православного. И 45 лет был начальником. Государство не дало ни одной копейки. Мы подняли тысячи детей. Ни на веру не смотрим, ни на национальность. У нас и мусульмане, и кого только не было. Ну, это хорошо, да. Мы книги развозили от Рамзана Ахматовича Кадырова. У меня благодарность. Спасибо. С Богу слава, Богу слава. Это Господь, благодать Божия помогла нам так. И вопросы, может, есть какие? Ладно, Дев, давайте, вам удачи.